Вы слушаете канал jah.club, священный эксперимент квакера Уильяма Пенна. В 17 веке многие группы британских христиан поднялись на борьбу против религиозной нетерпимости и коррупции. Пуритане стремились вернуться к библейской религии и очищенной форме христианства в Англии. Это привело к пуританской революции, а также миграции в Америку, чтобы найти место для поклонения Богу так, как они считали нужным. Другая группа, называемая квакерами, которая подходила к христианству с экстремальной духовной интерпретацией, также выступала против статус-кво. Они часто подвергались критике и оскорблениям за свою веру, как со стороны религиозного, так и гражданского мира. Один из их членов, Уильям Пенн, в 16-44, 17-18, оказал влияние на утверждение этой веры в Америке и был ответственен за создание колонии в Америке, где было создано правительство, которое искренне и активно стремилось защитить религиозные и гражданские права. Специалист по квакерам Баннелин Янг Кунце пишет в своей статье, главной претензией Уильяма Пенна на историческую известность было основание колонии квакеров в Пенсильвании, а также его труды в защиту квакерства и религиозной терпимости в Англии. В происхождении и ранние годы родители Уильяма Пенна были интересной смесью. По словам американского социолога и историка Гарри Уайлдса, отец Пенна был адмиралом Королевского флота и был, по убеждениям, проангликанцем и релистом. Он был строгим и серьезным человеком, который жил и работал среди политического хаоса того времени. О матери Пенна известно не так уж много, кроме того, что она была «энергичной», «экстравертной», из-за частого отсутствия мужа ей подолгу приходилось оставаться одной и самостоятельно заниматься воспитанием детей. Ее первоначальный стиль воспитания был неортодоксальным, но позже она попыталась исправиться. Уильяма Пенна описывают как тихого интроверта, хотя, как сообщалось, он проявлял склонность к мистицизму. По его собственному признанию, он имел мистический опыт уже к 12-13 годам. Без сомнения, это будет определяющим фактором в его присоединении к квакерам. В это же время у Пенна и его отца были «довольно бурные отношения», которые отражаются в переписке. Он часто восставал против желаний и требований своего отца. Эта бунтарская жилка часто приводила его к неприятностям в молодости. Он был исключен из Оксфорда в 1662 году за возражения «против молитвенника и ритуала», которые казались слишком попискими, и был сурово наказан за свою связь с пуританами. По словам историка Ганса Фантеля, отец Пенна, надеясь отделить его от «компании подрывников», отправил его за границу в Париж. Там он общался со многими великими людьми, в том числе с королем Франции Людовиком XIV, 1643, 1715, и Моисом Амиротом, 1596, 1664, известным протестантским христианским гуманистом. За это время, вопреки тому, что его отец надеялся достичь, Пенн отточил свои сложные взгляды еще больше, но он научился некоторому такту и дипломатии. Он вернулся домой более зрелым, уравновешенным человеком, к большому удовольствию его родителей, но у него все еще были вопросы. Его отец тоже задался вопросом, почему Пенн тратит так много времени на теологию, и записал его в юридическую школу. К счастью для Пенна, он мог проводить больше времени со своим отцом и наблюдал за ним в его военных обязанностях, что, несомненно, повлияло на последующее управление Пенном колонии Пенсильвания. В это время Пенн также был представлен английскому королевскому двору, предоставив контакты, которые впоследствии сослужат ему хорошую службу. Будучи ответственным взрослым, Пенн получил больше семейных обязанностей, и его отец отправил его в Ирландию, чтобы заботиться о некоторых семейных владениях и поместьях. Пенн дружит с квакерами. Находясь вдали от влияния своей семьи, Пенн начал посещать собрания квакеров. Эти собрания были запрещены в соответствии с Кодексом Кларидона, который «запрещал все религиозные собрания», кроме тех, которые проводились под эгидой официальной церкви Англии. И снова Пенн столкнулся с авторитетом в отношении своих религиозных прав. Во время одной из встреч Пенн имел возможность послушать Томаса Лоу, известного лидера квакеров. Там Пенн был глубоко тронут тем, что он услышал. Пенн признал собрание квакеров сообществом, через которое свободная вера отдельных людей могла принимать социально эффективные формы. Пенн обнаружил «практическое пересечение веры и общества». В конце концов, Пенн присоединился к квакерам и впоследствии был арестован и заключен в тюрьму после того, как была обнаружена его связь. Политически подкованный судья дал ему возможность. Продолжение истории читайте на сайте jah.club